Друзья, приветствую! Станислав из Сарова прислал посылку. В посылке образцы масла Motul 8100 XClean Plus 530. Три баночки. Так, описание масла автомобиля, условия эксплуатации. Масло, значит, одна баночка со свежим маслом и два образца с разным пробегом. Так, сейчас вскрою. В такой таре находится подписанная. Сейчас распакую. Данного масла еще не было, поэтому первым делом, естественно, создам эталон. Так, вот допуски данного масла. Это C3 по Volkswagen 504 505, Mercedes-Benz 229.51, BMW Longlife 04. Вот такая спектрограмма данного масла. Есть четко выраженный стерровый пик. Сейчас увеличу. Примерно в районе трех процентов. Трех процентов я бы так оценил уровень. Далее сейчас подкорректирую. Посмотрим, что намерил общий прибор. Вот и можно будет приступать так. Противоизносных присадок 95 процентов от сравнения с к астролом 0,30. Очень похоже. По гликоле вот это отрицательное значение часто выскакивает, когда эстеры присутствуют выше определенного уровня. Так, ну и посмотрите, что прибор намерил. Значит, щелочное 6,6, а кислотное 1,95. Тут такой момент я выставлял по данным лабораторным. Но самое интересное, сам Матюль указывает, что щелочное в данном масле на офсайте 6,7. То есть, может быть, я даже и зря корректировал. Но, как правило, если эстеры есть и выше 2 процентов, то они уже оказывают влияние на щелочное и кислотное, занижая щелочное и завышая кислотное. Ну, давайте проверим. Значит, это Шкода Кодиак, двухлитровый турбодизель, 150 сил, стандартный, но сделан чип-тюнинг Рева, 190 сил, пробег автомобиля 67 тысяч километров, пробег на масле 4300, что составляет 160 моточасов и средняя скорость 26,9. Ну, я пересчитал, хотя Станислав указывает меньшую. Так, посмотрите, противоизносных присадок 91%, гликоля нет, нитрование нормально, сажи 0,3% тоже хороший показатель. Вот, видно, что нормальная аппаратура топливная работает. Ну, и посмотрите, 6,1 щелочное, есть небольшая просадка, вот, и кислотное тоже не критично. В общем-то масло вполне себе рабочее. С хорошим еще большим запасом. Вот, ну, в общем-то и 160 моточасов для дизеля, не такой большой пробег. Так, сохраняю данные результаты и приступаю к проверке такого же образца из этого же автомобиля, только обратить внимание, это уже 6200 километров, 240 моточасов, средняя скорость чуть-чуть упала. Если отрезок разницы рассматривать, то средняя скорость упала на 3 километра в час. Я так посчитал, опять же, из предоставленных данных. Ну, и была доливка после 5000 километров 200 грамм масла. Ну, и смотрите, здесь у нас вырос уровень противоизноски. Станислав пишет, что добавляет в топливо супротек для топливной аппаратуры. Это, возможно, связано с этим. Еще выше поднялась. Кстати, от этой же присадки могло подняться кислотное 3,16. Ну, и 5,8 щелочное, то есть все равно масло отлично работает, еще есть запас. Немного выросла сажа 0,41. В общем-то, ну так, все равно еще масло живое, еще есть запас. Сейчас я покажу вам, ну, на всякий случай, хотя, может быть, и не имело смысла. Я просто не знал, с одного ли это интервала масла или нет. Поэтому сравнил оба образца. Сейчас со свежим сравню. Сначала образец с пробегом 160 моточасов, а далее второй образец. Давайте посмотрим. Видно, что некоторые изменения эксплуатации произошло между двумя образцами. В частности, скорость упала. Да, посмотрите, отлично масло работает, практически. Вязкость не изменилась, там минимальное разжижение. Ну, это такое, там, немного конденсата, и уже будет то же самое. Так, и следующий образец, это 240 моточасов. Видите, наливаю в разные емкости линейки, чтобы равномерно загрязнялась отработкой пластик. Давайте посмотрим. Так, а тут, ну, то же самое, практически нет изменений. Ну, может быть, можно пренебречь такой разницей. Отлично, значит, по вязкости. Мотор прекрасно работает, прекрасно настроен. Даже прошивка отлично, мне кажется, настроена. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, ну и, естественно, нажать колокольчик. Так вы будете получать уведомления. И две таблички сравнения ресурса одного-второго. Так, видим, значит, первый образец практически 10300 километров пробега и 380 моточасов. Второй образец вырос ресурс, но здесь может быть, во-первых, небольшая добавка была, какие-то условия слегка изменились. Вот самое главное, на чем стоит обратить внимание, это вот нитрование. То есть, оно во втором образце стало лучше. Я вот думал, возможно, это с присадкой связано каким-то образом, ну, с вязкостью. Понятно, что вообще проблем никаких нет. То есть, может быть, как это был промежуток движения по трассе, выпарило и получше стало. То есть, никакого криминала, в общем, по анализу не видно. Отлично работает и масло. Для C3 прекрасный результат. Ну, это дизель, несмотря на то, что он с чипом. Так, какой-то хотел момент. Значит, прояснить, но выскочила из головы, прошу прощения. Ну, вот такой результат. Масло вполне себе достойное, рабочее. Но не стоит забывать, что это все-таки дизель. Дизель и похолоднее мотор, и условия такие хорошие у машины. Достаточно высокая средняя скорость и поэтому масло вот так работает. Но вот, есть два образца. А, вот вспомнил, что разница может быть обусловлена тем, что первый образец был с недостаточно прогретого масла. То есть, перед тем, как взять пробу, если берете пробу через щуп, обязательно полностью прогрейте автомобиль. И обязательно необходимо, чтобы он поработал в идеале, этот час. Вот, как говорит, как пишет, выполнял привычную для себя работу двигатель. Ну, а так хотя бы полчаса, чтобы масло равномерно перемешалось. Потому что, если будет неравномерное перемешивание, тогда возможно вот такие, скажем так, заскоки туда-сюда. То есть, осадок чуть-чуть может за ночь там, например, оседать и уже будет результат скакать. Благодарю Станиславу за предоставленные образцы и за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.